Здравствуйте, друзья! Елена Матвеева, хореограф сборной СССР, поработавшая с Ириной Слуцкой, парами Климова-Пономаренко, Моисеева-Мининков, Анисина-Пизера, рассказала в интервью о прошедшем чемпионате России и о том, что ее удивило на прошедшем национальном первенстве, а также отдельно высказалась о БТРе Тутберидзе. Елена заявила, что очень надеялась на то, что чемпионат России получится интересным, решающим, но честной борьбы не получилось. Во-первых, хореограф возмутилась тому, что пару Тарасова-Морозов поставили на третье место, ведь они ошибаются, каждый старт, и прошедший чемпионат России не стал исключением. Во-вторых, Матвеева усомнилась в правильности решения, приглашает на национальное первенство фигуристок моложе 15 лет. «У нас будет теперь всегда детвора соревноваться? По-моему, неправильно», рассказала Матвеева в интервью Спортэкспресс. В-третьих, со слов Елены, принимать решение об окончательном составе женской сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх надо после чемпионата Европы. Хореограф заявила, что уважает Туктамышеву за то, что она борется с этими девчушками, которые бросаются в четверные. Да, Елизавета упала, но есть законы справедливости. «В спорте нет справедливости, нигде нет справедливости, не надо ее искать. Надо делать и все». «Но вы же так поступили с Туктамышевой, вообще никуда ее не берете, а отшвыриваете, мол, ну подумаешь, ерунда, какая-то Лиза, чемпионка мира», рассказала Матвеева в интервью Спортэкспресс. Комментируя фразу журналиста о том, что команда Тутберидзе уже пишет, что отбор на игры закончен. Матвеева рассказала, что чемпионат России сплошное лицемерие. Отдельно хореограф коснулась танцев на льду. «Произошедшее совсем никуда не годится. Наверное, Этере Георгиевне надо заниматься одиночным парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если ее дочка там катается», рассказала Матвеева в интервью Спортэкспресс. Со слов Елены, подобные судейские решения не дают развиваться танцем в России. И второе место Дэвис Смолкина – «Безобразие». Их танец просто детский по сравнению с соперниками. Матвеева заявила, что не боится Тутберидзе, так как у нее не работает и никак от нее не зависит. Со слов Елены, нынешнее женское фигурное катание – это фигурные прыгалки. А путь, по которому ведет Этере Тутберидзе, далеко не факт, что верный. Журналист Кузнецов во время интервью позволил себе утверждение, что сейчас в фигурном катании усиливается монополизм одной группы. Все виды собираются в хрустальном, в том числе и танцы, намекнув на родственные связи Дэвис. Елена ответила, что не в группе, а у самой Тутберидзе, как личности. А из-за родственных связей Этере с дочерью страдают другие, очень одаренные пары. У Тутберидзе есть непререкаемый авторитет, которым она слишком часто пользуется. Все ради того, чтобы ее дочь стала олимпийской чемпионкой в составе сборной. Матвеева заявила, что в российском фигурном катании существует культ личности Тутберидзе. Хореограф вспомнила, как перед чемпионатом страны показывали большое интервью Этере Георгиевне по Первому каналу. Все время показывают дочку, и всем уже ясно, для нее главная дочка, а девочки потом. Потому что девочки уже сделаны, там конвейер пошел, он штампует, рассказала Матвеева в интервью «Спорт-экспресс». Гадость, это же прям сплошная гадость из них изливается. Просто мне кажется, они должны задуматься о своем здоровье. Мне кажется, это плохо на здоровье скажется. Когда читаешь интервью Матвеевой, для себя нового ничего, к сожалению, не находишь. Очередной эксперт, который считает, что заслуги Туктамышевой и ее борьба с молодыми фигуристками, которые только и умеют, что прыгать четверные, может быть обоснованием попадания на Олимпиаду. Что у Тутберидзе конвейер фигуристок, а свою дочь она везде протаскивает. Одна и та же шарманка последнего времени. Прямо под копирку будто. Но что бросилось в глаза в первую очередь, так это стиль интервью. Познецов в интервью не спрашивает, какие места должны были занять спортивные пары. Нет, он говорит, а не кажется ли вам, что это было незаслуженно? Рассказывает, что когда он задавал вопрос Щербаковой на пресс-конференции о том, заслуженно ли она опередила Туктамышеву на 15 баллов, он надеялся на ответ профессионала. Фразы про то, что команда Тутберидзе уже заявила об окончательном отборе на игры, как о свершившемся факте, про наполизм Хрустального. Такие намеки, как многие считают, что на успех Дэвиса с Молкино влияют родственные связи. Да, и само понятие Культ личности Тутберидзе подсказал сам Кузнецов. Когда ты пишешь статью, ты можешь высказать свое мнение, это нормально. Но когда ты берешь интервью, ты должен быть максимально непредвзят и задавать вопросы, ответы на которые помогут раскрыть точку зрения, интервьюируемого со всех возможных сторон. А тут получается, мало того, что звучат однобокие вопросы, так еще и в самих фразах сквозит мнение задающего их журналиста. Как будто он наталкивает на нужные ему ответы. И это в одном из главных спортивных изданий страны. Друзья, канал Фигурная Жизнь поздравляет всех с Новым Годом. Мы желаем, чтобы в этом году было побольше положительных эмоций и поменьше негативных. И всем крепкого здоровья!